Отстань от меня, не мешай, я сейчас занят, уйди, дай мне заняться своими делами. Когда ребенок слышит такое, у него формируется модель детско-родительских отношений, в которых его место далеко не первое. В дальнейшем это неизбежно скажется на взаимоотношениях родителей и подросших детей. Мальчики или девочки так себя не ведут. Понятно, что родителям хочется закрепить полуролевое поведение, которое, на их взгляд, определенным образом должен вести себя мальчик или должна вести себя девочка. Но таким образом они блокируют естественное проявление. То есть, может быть, стоит подумать, что именно их поведение не устраивает, и просто обсудить это почему. То есть, настоящие мальчишки не плачут, но ведь ему больно, почему мы ему запрещаем мальчику плакать. Или девочки не дерутся, а если она считает, что с ней поступили несправедливые, как она может себя отстоять, если на нее нападают. Вот такие вот фразы, они не всегда бывают уместны, не всегда бывают полезны. «Я тебя не люблю». То есть, ты себя так плохо ведешь, я тебя не люблю. То есть, прямой посыл, которым мама может сказать ребенку, желает корректировать его поведение. Ребенок пугается. Или «Если ты будешь плохо себя вести, мама с папой уйдут и оставнут его одного». То есть, и чем младше ребенок, тем страшнее для него эта фраза. Естественно, он пытается скорректировать это поведение, но у него поселяется страх, что его родители не любят. А это значит, что теряется базовое доверие к миру.